Итак, мы с вами продолжаем тематику дизайнов проектирования, то есть паттернов проектирования. Соответственно, в прошлый раз мы говорили про порождающие паттерны, то есть паттерны, которые направлены на создание новых объектов. Сегодняшняя группа называется Structural Patterns или архитектурные паттерны. То есть паттерны, которые говорят о структуре вашего приложения. Итак, я думаю, начнем. Для этого надо разобраться, где смотреть. Кнопочка, вот она. И первый паттерн, который мы разберем, это паттерн-адаптер. Как следует из названия, то есть он что-то у нас адаптирует под что-то другое. То есть задача паттерна-адаптер адаптировать функционал для того, чтобы он поддерживался каким-то заданным интерфейсом. Рассмотрим простую проблему, которую сейчас будем решать. У нас есть какой-то класс ListViewer, который выводит какой-нибудь список. И у нас есть UserRepository, то есть хранилище пользователей, которое нам предоставляет список пользователей. Вопрос в следующем. Как скормить UserRepository ListViewer так, чтобы он смог вывести всех пользователей, которые в нем есть. Ответ в самом названии паттерна нам необходим адаптер. Нам необходим класс прослойка, задача которого адаптировать функционал UserRepository под функционал ListViewer. Соответственно. Рассмотрим такую диаграмму классов. То есть у нас есть ListViewer. У него есть метод render, который формирует полноценный, допустим, HTML список в виде строки. У него есть методы GetSetAdapter и, собственно говоря, адаптер, который он будет использовать. Из которого он будет все доставать. Сам адаптер подразумевает два метода. GetLine и GetLineCount. То есть что нужно, чтобы вывести список? Уметь получить одну линию. Здесь, кстати, небольшая очепятка, так сказать. GetLine должен принимать номер строки по задумке. И знать количество. Знаем, как получить линию, как получить количество. Можем вывести список. У нас есть UserRepository. Он нам возвращает список объектов User. И мы делаем соответствующий адаптер. То есть UserRepository и ListUserAdapter в данном случае. То есть адаптер нашего UserRepository к нашему ListViewer, чтобы он мог этих юзеров отрисовать. Соответственно, он знает, как из репозитория получить список. И знает, как их предоставить с помощью вот этих методов, так как он реализует интерфейс ListUserAdapter. Давайте сейчас с вами проделаем, скажем так, эту операцию с помощью кода. То есть посмотрим, как это может работать. У нас уже открылся PHPStorm. И это замечательно. Я думаю, что мы просто продолжим так. Закомментируем этот код. И я делаю адаптер. Соответственно, я начну с интерфейса. Интерфейс. List. View. Адаптер. Что у него будет? У него будет метод. GetLine. Который будет принимать число n. То есть номер нашей строки. И возвращать нам саму строку. Так, на что мы жалуемся? А, тфу, function, конечно. Да, у меня что-то джава. Ну и соответственно, кроме самого адаптера, кроме самого адаптера, мы же реализуем сам ListView. То есть у нас будет класс ListView. У которого будет метод в перспективе render. Public. Рендер. Возвращающий нам отрендеренный список в виде стринг. строки, да. У него будет адаптер. То есть у него будет pre-wait. Адаптер. Здесь я сделаю alt insert. Getters and setters для нашего адаптера. Сгенерировали. Так. На самом деле getter здесь не особо нужен. Здесь в принципе более чем достаточно setter. Я сокращу до минимального необходимого. То есть уберу все лишнее. Ну а здесь я могу работать с этим адаптером. Но, когда я делаю цвет адаптер, я уточню, что тип этого адаптера у нас что? ListView адаптер. Здесь я буду делать следующее. У меня будет строчка, изначально равная открывающийся список у этой строчке. Циклом. Циклом for each. Не for each, а for. Потому что у нас адаптер позволяет получить количество. У меня будет здесь и равное нулю. И меньше, чем что? Правильно. Адаптер getCount. Здесь. Не хочу сказать. Здесь адаптер getCount. А я не сделал, да? Я не описал метод. GetCount. Который возвращает нам int. А сам по себе он ничего не принимает. Соответственно, здесь у нас getCount. подсказывать не хочет. Ну, да ладно. Есть такое дело. Так. И последним условием у нас будет, вернее, последним действием, и плюс-плюс. Здесь я буду делать s. Точка равно. Доклеить, да? И что я к ней не буду доклеивать? ThisAdapter getLine. Правильно? getLine it. Вот таким вот образом. Естественно, это getLine it нужно взять вовнутрь тега li. И здесь у нас еще будет закрывающий slash li. и это все склеивается в одну строку. Я предлагаю в конце каждой строки добавить slash n, потому что у нас сейчас будет в консоль выводиться, да? И по-другому мы не сможем это нормально читать. Поэтому у нас будет, опять же, s. равно. В конце мы доклеиваем закрывающий тех у. Так. И делаем return наше готовое s. Теперь наш listView сможет работать с любым листвью адаптером. Согласны? Осталось нам сделать сам адаптер. И для этого мы сделаем сначала какой-нибудь класс user, да? Класс user будет содержать name. Name у нас будет private. и он будет содержать surname. Здесь сразу генерируем конструктор. Так. И генерируем здесь getter для полей. Этого нам более чем достаточно для юзера. у нас будет какой-то класс user prep. Подойдет. В этом классе будет users. Это поле будет приватное. И это у нас будет массив. я его заполню наверное в конструкторе. Вот так вот сделаем. Конструктор. Угу. Придется мышкой нажать. И в конструкторе я сделаю следующее. Я сделаю users следующее равняется new только users а здесь new user у нас тут будет например Вася Пупкин классика жанра и у нас здесь будет Маша Иванова ну и соответственно мы сделаем какой-то метод который предоставляет нам этих пользователей. Я для этого сделаю alt insert getter users все очень лаконично. Теперь у нас возникает потребность связать класс user repo соответственно с нашим listView но listView ничего не понимает про user repo и как с ним вообще работать. Он умеет работать с интерфейсом listView адаптер. Правильно? Я недаром назвал так интерфейс потому что по смыслу он описывает будущие адаптеры которые будут пригодны для использования в нашем listView. Я пишу просто класс я делаю класс user repo listView адаптер. Так? То есть тот кто адаптирует у нас user repo под наш listView он у нас имплементирует listView адаптер а значит обязуется реализовать необходимые методы и нам остается здесь сделать user repo поле private user repo user repo с этим данных привычка вредная но не вредная вредная для PHP user repo и сделаю конструктор который принимает этот user repo можно не конструктор можно getter и setter но здесь не принципиально главное что он выполняет свою функцию адаптирует вот такой вот у нас конструктор получился тип данных здесь мы уточним что это у нас user repo когда мы говорим getline то мы делаем this user repo getusers n согласны? а когда мы говорим получить количество то это по сути у нас return кстати там тоже return это у нас count от user repo getusers здесь тоже return вот такой вот адаптер получился попробуем это все использовать вместе и делаем следующее я делаю lva listview адаптер равняется new user repo listview адаптер сюда мы передаем new user repo в данном случае теперь я создаю listview равняется new listview у этого listview я делаю set адаптер и скармливаю туда lva listview адаптер после этого я могу сделать echo сделать наш listview render запустим данный код запустим данный код ух ты лв в чем проблема нашего рендера в чем проблема нашего рендера смотрим выше Ага Ага А, да, конечно Я же сделал сразу return просто userN А надо было у этого юзера Сделать GetName Например имена, ну пойдет сейчас просто имена Ну вот у нас вывелся список этих юзеров В чем преимущество Такого подхода Вообще в чем преимущество применения данного паттерна Мы описываем Или у нас уже есть какой-то функционал Который является очень адаптивным То есть По сути ему все равно с чем работать Лишь бы к этому чему-то был Соответствующий адаптер Есть ли какие-то вопросы А у нас адаптер Просто получается наш массив Он выводит его В той форме, в которой мы хотим Ну да, он в данном случае говорит Как представить одну строку Так И говорит сколько строк Все Больше ничего он не делает Источником данных может быть что угодно Самими данными может быть опять же что угодно А ListView будет поддерживать Потому что есть специальный адаптер Который можно описать позже И опять же без интерфейсов Этот паттерн был бы невозможен Согласны? Паттерн очень простой И достаточно часто используется Не могу сказать что очень часто в PHP Но на практике его применений очень-очень много И достаточно удобная вещь Так, я этот код комментирую И мы с вами идем дальше Идем дальше в нашу презентацию Следующий паттерн Который тоже имеет право на жизнь И вот его вы будете применять Я скажу так Это паттерн датамаппер Очень простая вещь Это специальный класс Задача которого Конвертировать один тип объекта В другой тип объекта Зачем это надо? Ну здесь пример Мапать UserEntity to UserDTO Что такое Entity? Что такое DTO? Entity это сущности Скорее всего такие Которые были получены из базы данных Чем обычно описывается пользователь в базе данных? Ну например ID, логин и пасворд А допустим UserDTO Это уже объект Который будет передаваться С сервера допустим в JavaScript То есть сервера клиенту И при передаче нам например Кроме логина и пароля Нужно выбрать какие-то данные Которые связаны с пользователем И они будут зашиты в этот DTO Например там state какой-нибудь будет Или не знаю данные аккаунта Или еще что-нибудь То есть что-то Что с этим юзером связано И что нам бы хотелось получать На стороне клиента Естественно Каждый раз в каждом месте Где нам необходимо преобразовать Из одного в другое Из другого в первое У нас будет какая-то сложность Нам придется этот код писать руками То есть такое-то поле Перепиши в такое-то поле Такое-то поле в такое-то И решили что очень удобно Для этого выносить в отдельные классы И такие классы называют Датамапперы Давайте попробуем это сделать Итак у нас Датамаппер Да-да Датамаппер Допустим у меня есть класс Который называется User Ну я назову UserEntity Как там Да Чтоб мы понимали Что это какая-то сущность Так У класса есть Привейт У него есть Айдишник Да То есть айдишник Этого пользователя У него есть Логин У него есть Пасс Придумал У него есть Привейт Регистер Тайм И в чем особенность Регистер тайм В этом UserEntity Хранится В виде Числа Таймштампа UTC То есть Количество секунд Понятно что нам неудобно Выводить количество секунд Давайте сделаем второй класс Он будет аналогичный Кстати да Я здесь не нагенерировал Всякой гадости Как говорится Альтенсерт Давайте с конструктора начнем Который все это принимает И нагенерируем геттеров Нам пока этого хватит Да Это геттер и сеттеры Геттер и сеттеры Для всех полей Все Класс большой Объемный Хотя Никакого функционала В себе не несет Класс UserDto Dto означает Data Transfer Object То есть объект Который мы передаем У него в принципе Поля будут те же По большому счету Просто представление У них будет другое Можно кстати Вот здесь Вот чуть подшаманить Все равно Это автогенерация Ее легко восстановить Да И уточнить тип То есть мы можем сказать Что ID Это у нас что Int Login Это у нас String Pass Это у нас String А это у нас Int То есть число Время В виде числа Вот так А вот теперь Можно Alt Insert Сделать И здесь уже Getter и сеттеры Будут с указанием Типа Оно теперь знает Какие типы Туда относятся Да Ну и здесь То же самое Сначала сделаем Конструктор В нем укажем Типы Здесь у нас Будет примерно То же самое То есть Это у нас Int Это у нас String Это у нас String А вот это У нас Тоже String То есть Время уже Будет в красивом Формате Таком Как его Можно отдавать На вывод Грубо говоря Сделаем Alt Insert Getter и сеттеры Все готово Ну и самый интересный Для нас класс Класс Датамаппер Я сделаю Класс User Entity To User Dto Mapper У него будет Два метода Первый У него будет Пабли Непосредственно User Entity To User Dto Ну или просто Можно его назвать To Dto Пойдет Лаконично Что он принимает Он принимает User Entity Entity А возвращает User Dto Что Что он делает Он говорит Что Ну да Какой-нибудь Dto Равняется New User Dto А у нас Конструктор Все принимает И это Очень удобно Значит Мы можем Сюда сказать Entity Get ID Ну первые Три поля Мы по сути Просто переносим Так Entity Get Login Я думаю У нас стоит Каждое писать С новой строки Согласны Они длинные Получаются Есть кстати Такое правило Видите Вот эту линию За нее Не выезжать Entity Get Pass И последнее А вот здесь Уже так не получится Здесь я делаю STR F Time Так Говорю В каком формате В формате День Месяц Год Да Ага Вот сам Заполз На крайний Случай Лучше Глянуть STR F Time И здесь У нас есть Ага С процентами Я понял С процентами Можно кстати Взять готовые В процент D и так далее Так Месяц Маленькое Это правильно То есть Процент D Процент M Процент Y Часы Процент H Здесь Процент M Большой Насколько я Помню Так Ну и От чего От Нашего Entity Get Register Time Здесь Можно Сразу Написать Return Так как У нас Был Конструктор Я Что-то Хотел Через Get Reset Ничего Страшного Здесь Будет Return Вот Таким Вот Образом Вот Мы Замапали Одно Другое Ну и Противоположный Метод Public Function To Entity Я Думаю Концепция Понятна Я его Описывать Уже Не Буду Я Оставлю Пустым То есть Задача В одну Сторону В обратную Сторону Просто Сейчас Вот это Надо Будет Распарсить Это Не Очень Быстро Мы Воспользуемся Им Для Конвертирования То есть У нас Есть Какой-то Entity Равняется New User Entity У него Там ID Один Name Вася Пароль Три Единицы И Время Здесь Интовое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Мне так Захотелось Я теперь Говорю Entity Не Entity А Dto Равняется New User Entity To Dto Mapper Надо В круглые Скобки Взять Чтобы Прямо На одном Месте Это Писать Обычно Его создают Одну Штуку Например Сингл Тоном Или Как-нибудь Еще To Dto И Сюда Мы Скарбливаем Этот Entity Ну И В Итоге Я Могу Здесь Сделать Например Echo У Нашего Dto Get Register Time Проверить Что Она У Нас Замапалась Так Как Необходимо Виде 73 Года Я Сделал Вот Такой Вот Момент Какие Есть Вопросы Вопросов Нет Да Хорошо Если Вопросов Нет Я думаю Паттерн Простой И мы Можем Идти Дальше Поэтому Диаграммы Нет Что Паттерн Очень Простой И Достаточно Широко Применяемый Так А Все Правильно Я Отклю Смотрим Дальше Следующий Паттерн Это у Нас Прокси Или Заместитель В чем Суть Этого Паттерна Так У меня Нет Здесь Диаграммы Правильно Суть Паттерна В том Что Мы Подменяем Один Класс Реализующий Интерфейс Другим Классом Который Реализует Этот Интерфейс На Основе Приведущего Но Ключевой Особенностью Будет То Что Этот Класс Прокси По сути Ничего Не Реализует Он Просто Вмешивается В процесс Например Мы Можем Реализовать Логирование Действий В другом Классе Не Очень Понятно Но Мы Сейчас Пойдем И Сразу Все Почувствуйте Так Прокси Или Как я Уже Сказал Заместитель Например У меня Есть Интерфейс Showable Показываем Да Понятно Что у него Должен быть Какой-то Метод Show Шоу У меня Есть Класс Вася Который У меня Что делает Имплементирует Showable То есть У него Есть Метод Show Этот метод Будет Делать Очень Просто Echo Вася Теперь Я Создам Васю Так Этот Вася После Этого Я сделаю Вот так Что у меня Будет У меня Вывелось Вася Вполне Ожидаем Теперь Я делаю Класс Вася Прокси То есть Тот Кто Заменит Нашего Васю Для Прокси Классов Обычно Делают Так Их Наследуют От того Класса Который Необходимо Проксировать Соответственно Переопределяют Метод Но его Переопределяют Не просто А на основе Метода Родителя То есть Функционал Обычно Остается Чаще всего Мы можем Добавить Здесь Что-то я Перенес Куда-то Туда Не туда Добавить Какой-то Функционал Например Перед этим Вывести Эхо Вот так Вот И сделать Вот так Да То есть Перед ним Вывести Полосочки И после Него Вывести Полосочки Или же Вести Какие-то Логи Что этот Метод Был Вызван Да И теперь Мы можем Безболезненно Подменить Васю На что На Вася Прокси И то Все Вася Прокси Запустим И все Работает То есть Класс Который Подменяет Часть Функционала Другого Класса Так В двух Словах Надеюсь В принципе Понятная Идея Когда Это Имеет Место То есть Когда Мы пользуемся Не самим Классом А его По интерфейсам По большому счету То есть Если мы Где-то Используем Интерфейс Например У меня Есть Какой-то Пускай Будет Фанкшн Икс Который Принимает У меня Шоу Был Икс Так И здесь Соответственно Он Вызывает Икс Шоу Обернув Класса Я Теперь Могу Спокойно Вызывать Икс От Вася Прокси Он Реализует Тот же Интерфейс И Проксирует Класс Вася То есть Подменяет Его Функционал Как-то Так Есть Вопросы Вопросов Нет Где Паттерн Прокси Там И Следующий Паттерн Который Мы Разберем Паттерн Называется Декоратор Паттерн Декоратор Это Динамическое Расширение Функционала Поверх Уже Существующих Классов Путем Оборачивания Их Смотрим На Диаграмму Классов Допустим У нас Есть Какой-то Интерфейс Да У этого Интерфейса Есть ряд Реализаций Мы Делаем Абстрактный Класс Который Реализует Этот же Интерфейс И хранит В себе Как Поле Экземпляр Самого Интерфейса То есть Видите Здесь Букинг Написано В качестве Всех методов Он просто Дергает Методы Того Что В него Засунули Давайте Посмотрим Направим Вот Видно Два Примера Декоратора Есть Wi-Fi И Extra Bad То есть У нас Есть Номера Которые С Wi-Fi И Номера Которые С Дополнительной Кроватью Так Ну и Вот Номер На Двоих Классический Он Может быть Расширен Функционалом Таким-то И таким-то То есть Поверх уже Готовые Структуры У нас Есть Booking Double Booking Room То есть Вот Это Готовая Часть Будем Считать Что Она В нашей Программе Уже Жила А нам Нужно Ее Расширить То есть Увеличить Функционал При Работе С Комнатой Так То есть При расчете Цены И так далее Мы можем Менять Часть Функционала Вообще Этот Паттерн В первую Очередь Был Связан Его Появление С Интерфейсом То есть С UI Когда Описывались Элементы Интерфейса Был какой-то Базовый Класс Например Там Control От него Там Наследовались Button Textbox И Что-что-нибудь То есть Разные Элементы Интерфейса И мы Хотим Расширить Функционал Всех Контролов То есть Например Сделать Чтобы Все Контролы Могли Поддерживать Под собой Тень Мы Делали Какой-нибудь Control Shadow Декоратор Который Принимает В себя Контрол И Оборачивает Его Таким Образом Везде Где Нужен Контрол Он Будет Расширять Функционал Этого Контрола Таким Образом Чтобы Везде Ну Поехали Итак Я Делаю Какой-то Интерфейс Интерфейс Называю Давайте Тоже Booking Да Здесь Будет Один Метод GetPrice Который У нас Будет Возвращать Инт Так Это у нас Функшн И Будет Метод Show Ну Не просто Давайте Description Desk Который Ничего Не Принимает Ничего Не Возвращает То Есть Войд Ну Его Задача Будет Вывести Нам Описание Я Делаю Лаю Класс Допустим Double Booking Да Комната На Двоих Которые Имплементируют Наш Booking Реализуют Методы Price У него Например Там Retro 700 Да А Описание Return Return Эхо Да Номер Что же такое Номер На Двоих Есть Есть Такое Дело Теперь Я делаю Абстрактный Класс Который Будет Выполнять Роль Декоратора Назовем Его Booking Декоратор Естественно Он тоже Имплементирует Booking У него Обязательно Будет Приватное Поле Я его Назову B От слова Booking Да Сделаем Здесь Конструктор Который Принимает Обязательно Вот эта Особенность Декораторов Они принимают В конструкторе Экземпляр Того же Интерфейса Это Вот характерная Особенность И Здесь Соответственно Я говорю Что это у меня Booking Характерная Особенность Декоратора Так сказать Есть Так как он Реализует Интерфейс Booking То я здесь Делаю Control О И определяю Alt Insert Implement Members Control И Надо было Вот эти два метода Но каким хитрым Образом он их Реализует Он не самостоятельный Он говорит А ну-ка Давайте у нашего B Вызовем Метод This B Конечно же Вызовем метод GetPrice Ну и здесь Return Так как он что-то возвращает А здесь Давайте у нашего B Вызовем метод Desk Осталось Реализовать Конкретный Декоратор Уже наследник Этого класса Но это После Перерыва Ну так вот Делаем Конкретный Декоратор У нас будет Класс Давайте Wi-Fi Декоратор Да Который у нас Естественно Наследуется От такого Класса Booking Декоратор Перегружает Методы Не обязательно Все То есть Смотря что Делает Декоратор Но в нашем Случа Удобно Все Каким Образом За Wi-Fi Дополнительно Нужно Доплатить Еще 200 Так А после Того Как мы Вывели Основное Описание Мы Сделаем Echo С Wi-Fi Вот таким Вот образом Ну и Слэшен Конечно же Перевод строки Попробуем Применить Его На практике Я Сделаю B Равняется New Double Booking Создал А теперь Я хочу Расширить Функционал Этого Дабл Букинга Я говорю В этот B Нам Необходимо Добавить Wi-Fi Для этого Достаточно Взять Взять Wi-Fi Декоратор И обернуть Им наш B И теперь Давайте У B Выведем Description Он нам Выведет А после Этого Делаем Echo Price Двоеточие Пробел Приклеиваем У нашего B GetPrice Точку Запятой Забыл Как видим Номер На двоих С Wi-Fi Цена 900 То есть Мы расширили Функционал При этом Не наследуясь От этого Класса Правильно Мы создали Вспомогательный Класс Который Оборачивает Его Расширяя Функционал Потому и Декоратор То есть Тот кто у нас Декорирует Исходное То что у нас Уже имеется Так вот Это надо Закомментировать Оно нам мешает И здесь По хорошему Комментарий Добавить Что мы делаем Декоратор Дальше Давайте Сделаем Еще один Декоратор Класс Как там был Экстра Бег У нас Да Экстра С буквой Э Или с Е Я просто Не помню Как Есть Экстра Бет Декоратор Экстенц Букинг Декоратор Тоже Перегрузим Два Метода И кроме того Что он у нас Имеет Свою цену Мы за дополнительную Кровать Еще 100 Попросим Да А после Описания Мы сделаем Еще Эхо С Дополнительной Кроватью Так И теперь Вместо Wi-Fi Декоратор Я возьму Экстра Бег Декоратор Как видим У нас номер На 2х С дополнительной Кроватью Слышен Не добавил Цена 800 Получилось Так То есть 700 за номер И 100 за кровать Все логично А теперь Самая прелесть Декораторов То что Их можно Применить Сколько Угодно То есть У нас номер На 2х С дополнительной Кроватью И с Wi-Fi Итого 1000 Понятно Плюшка От декораторов И естественно Мы можем Любой Букинг Ими обрамить Не обязательно Дабл Букинг Сделаем еще Какой-то Букинг Тоже сможем Обрамлять Декораторами Вот такой Вот интересный Паттерн Который позволяет Вам расширять Функционал Без изменения Самих классов Без написания Наследников И причем Этот декоратор Применяется Ко всем Реализациям Интерфейса И декораторов Можно применить Много Плюшек Очень много От декоратора Как вы поняли Комментируем Идем дальше Я уже не помню Какая у меня Последовательность Поэтому сразу Иду сюда И листаю На следующий Слайд Оооо Это очень Интересный Паттерн Инверсия Зависимости И внедрение Зависимости Вернее Инверсия Управления Или Внедрение Зависимости В чем Суть этого Класса Очень часто Внутри Классов Мы используем Какие-то Другие Классы Правильно Так называемые Зависимости И классически Мы их Создаем В самом Классе По мере Надобности Но Если мы Создаем Зависимости В самом Классе Мы лишаемся Многих Удобств То есть Конфигурируемости Проще говоря Этого Класса Извне Инверсия Управления Говорит О том Что все Члены Класса От которых Он зависит Должны В него Передаваться В качестве Зависимости То есть Передаваться Извне From Outside Как написано Здесь Например Через Конструктор Или С помощью Сеттеров Геттеров Здесь Диаграмма Очень простая То есть У нас Допустим Есть Класс Database Configuration То есть Конфигурация Базы данных И Database Connection Database Connection Естественно Хранит В себе Конфигурацию Он мог бы Создать ее Внутри Но она Может Передаваться Извне Через Конструктор В простейшем Случае Это Выглядит Приблизительно Так Я пишу IOC Inversion Of Control Так У меня Класс Пускай Будет Конфиг В нем У меня Будет Допустим Preweight URL Preweight Name Preweight Path Ну User Name Я имею ввиду У него будет Конструктор Принимающий Все три Параметра И будут Getter Обычная Конфигурация Есть Такое Дело Есть Такое Дело И у нас Будет Класс DB У которого Будет Внутри Конфиг Конфиг Будет Естественно Приватным У него Будет Конструктор Который Принимает Конфиг По сути Это уже Реализация Простейшая Самая Примитивная Паттерная Инверсия Управления Ну естественно Здесь мы укажем Что это не просто Конфиг Это у нас Просто Конфиг У нас Называется Это у нас Экземпляр Класса Конфиг То есть Чтобы создать Базу Нам сначала Создать Конфиг Потом Нам необходимо Уже Создать Базу На основе Этого Конфиг Конфиг Передался В конструкторе То есть Сам Класс DB Этот конфиг Не создавал Правильно Очень Как бы Просто И примитивно А теперь Немножко Поинтереснее Это конечно Все классно Но такое Применение Инверсии Управления Абсолютно Неинтересное Для нас Я сделаю Класс Который Назову Контекст Контекст У него Будет Соответствие Между Классами И экземплярами Которые Для этих Классов Необходимо Получить То есть У нас Здесь Будет Какой-то Инст Ну то есть Массив Экземпляров Равняется Приврит Равняется Массив У нас Здесь Будет Метод Паблик Регистер Паблик Фанкшн Конечно же Это метод Здесь у нас Первым параметром Будет Название Класса Вторым Параметром Инстанс То есть Какой экземпляр Для этого Класса Применить Что он будет Делать Он будет Наш массив Инст This Инст Под Соответствующий Класс Укладывать Соответствующий Инстанс Конечно Равно Согласен У него Будет Паблик Фанкшн Get Получить Так И этот Метод Получить У нас С вами Будет Принимать Класс Который Мы Хотим Получить Так Сейчас Немножко Поставлю На паузу Подумаем Чуть Вместе Вернее Что мы Сделаем Сейчас Мы Метод Регистер Сделаем Preweight Потом Мы Сделаем Немножко Более Суровый Функционал Так Сказать Здесь У нас Будет Здесь У нас Будет В Get Return Sys Инст Классовая Это Логично Получить По Классу Это Все Достаточно Простые Методы И Не Сложные Теперь Самый Тяжелый Метод У нас Будет Public Функшн Enter Configuration Он Будет Принимать Какой-то Объект Который Будет Описывать Всю Конфигурацию Я Не Буду Сейчас Писать Сразу Этот Метод Сначала Мы Опишем Объект Описывающий Конфигурацию Для Начала Класс 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 Было Прикольно Класс 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 Допустим Main App Конфиг То есть Главный Конфиг Приложения В котором Мы Опишем Что У нас Будет Public Function DB Конфиг Который Возвращает Нам Конфиг Так И он Делает У нас Return New Конфиг Конфиг У нас Принимает URL Это У нас Что Будет MySQL URL Да Сколько Срока Правильно Пишется Представляете Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту DBName Равняется Ну Пайса Пускай Будет Charset Равняется UTF 8 Host Равняется Local Host Пойдет User У нас Будет Рут А пароль Например У нас 4 единицы Вот У нас Возвращает Конфиг Потом У нас Будет Другой Метод Public Function DB Который В качестве Аргумента Принимает Конфиг Он Делает Return New DB В DB Передает Конфиг Базы данных Вот Таким Вот Образом Тут Есть Вопросы Вопросов Нет Теперь Самое Интересное То есть Вот этот Вот Обжект По сути Будет Конфигурацией То есть Объект Этого Класса Будет Передаваться Сюда Ну и Соответственно Здесь у нас Начнется Самое Интересное Так называемое Рефлексия То есть Получение Данных О самом Классе На основе Того Что у нас Имеется Я к сожалению Не очень Хорошо Помню Рефлексию В PHP Вас обманывать Не буду Поэтому Вместе С вами Рефлексия В PHP PHP Reflection Manual Какая Прелесть Давайте Попробуем По-другому Другая Ссылочка Что-то Здесь Не очень Хорошее Описание У меня Такое Подозрение Что здесь Используется Какая-то Библиотека Похоже Похоже На то Что надо В Section Up Это Стандартное Описание Я думаю Почему Вот здесь У нас О Зашло Хорошо Что я Вот здесь Пока Сделаю Пока Что Я Здесь Сделаю Echo У Нашего Type Off Сделаем Type Off Наш Object Далее Ниже Я пока Что Создам Context CTX Назовем его CTX Равняется New Context У Этого CTX Мы Сделаем Enter Configuration В качестве Configuration New Main WP Config И Посмотрим Что у нас Сейчас Выведется У нас Вывелось Не Type Off А Get Type Object Это не лучший Вариант Сделаем По-другому Get Class PHP О Наверное Это оно и есть Get Class Есть Ну и здесь я создам Новый экземпляр Класса PHP Reflection Класс Я сделаю Classes Классика Название Равняется New New Не находят его Странно New Reflection Класс Вот Вот Этого Класса Который Мы Получили Все Не Нравится То Что Оно Его Не Находит Ну Пока Что Проверим Вардампом Нашло Ли Оно Его Нашло И Это Очень Хорошо Я Сделаю Methods Методы Равняется У этого Класс Get Methods Получить Методы Теперь Я просто Сделаю ForEach И Переберем Эти Методы As Что As Какой Нибудь M Теперь 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 Я возьму И Просто Сделаю Вардамп На каждом Методе Посмотрим На каждый Метод Что Мы Получили Как Видим У нас Два Метода Это Main App Config И Main App Config Так Я Здесь Сделаю Приватный Метод Function Я его Назову Create By Methods Туда Я буду Передавать Объект И Его Methods Методы Это У нас Array То есть Массив Методов Так А вот Здесь Вот Как только Я получил Методы Объекта Я буду Вызывать Create By Methods Первым Параметром Передам Сам Вот Этот Объект Вторым Параметром Передам Массив Вот этих Методов Которые У него Есть Что он Будет Делать Смотрите Он Будет Выбирать Методы Без Аргументов Сначала Это Первый Момент И Создавать Их Экземпляры С помощью Этих Методов На втором Шаге Он Будет Выбирать Те Методы У которых Уже Есть Для Которых Уже Есть Экземпляр На третьем Опять Те Для Которых Уже Есть Экземпляр То Это Будет Рекурсивный Метод Проще Говоря Он Будет Выполняться До тех Пор Пока У нас Останутся Методы Которые Еще Не Создали Свой Экземпляр Мы Будем Получать Соответственно Список Всех Аргументов И Их Типы Проверять Есть Ли У нас Для Данного Типа Реализация Если Все Необходимые Есть Так То Соответственно Будем Создавать Экземпляр Класса Вот Таким То Есть Я Здесь Уже Делаю For Each Действительно Methods As M Получили Метод Далее Я Буду Получать Аргументы Которые Будут У Этого Метода Reflection Метод Нам Так Сделать Чтобы Было Автокомплит Это Просто Для того Чтобы Получить Методы Reflection У нас Неклами 5 А Я понял Я пишу Букву А Я думаю Что-то Такое Get Parameters Вот Это Нас Интересует Get Parameters Так Я не сделал Overdump Посмотрим На эти Args То есть На наши Параметры И посмотрим Что у нас Там Есть То есть Видим В первом Случа У нас Параметров Нету Так Во втором Случае У нас Что Есть Один Параметр Который Называется DB Но Это Еще Не Все Единственное Что я думаю Как я Тип Сейчас Буду Получать Сейчас Увидим По идее Это Можно Сделать То есть ForEach Args As Arc Здесь Vardump Arc Get Type Вот так Get Type New Reflection Parameter Где тут Параметр Слово Видите Чуть Чуть Головной Боли Так Сказать Так Так А Он возвращает Reflection Тьфу Все правильно Get Type Reflection Type Уже Есть Метод Get New Это не здесь Надо писать А вот здесь И как видим Мы достучались До типа Параметра Конфиг Так Соответственно Здесь Я сделаю Value Это у нас Будет Массив Всех Значений Параметров В перспективе Здесь Я буду Делать Что Здесь Я буду Говорить Что Если Iset То есть Если У нас Есть Внутри Внутри Параметра Внутри Соответствующий Необходимому Типу Так Тогда В Валю Я буду Добавлять Соответственно То Что Там Есть Вот Вот Таким Вот Образом То есть Если Получится Я найду Значения Для всех Параметров В этом Случае У нас Количество Значений Будет Соответствовать Количеству Параметров Согласны То есть Если У нас Count Of Args Равно Каунту Значений То Вот здесь Мы можем Создать Экземпляры Я пока Пишу To do Create Instance Иначе А иначе Нам что-то Надо сделать С ним Что Мы будем С ним Делать Мы Вначале Объявим Вот такой Массивчик Х В который Будем Складывать Все те Методы Которыми Нам не Получилось Создать Пока что Понятно То есть В этом Случае Я метод Буду Добавлять В этот Х Х Следующая Равняется Наш М То есть Наш Метод В конце Я скажу Что Если Количество Методов В X Больше Нуля То есть Если У нас Остались Методы Которыми Мы не Создали Экземпляры Тогда Что Тогда Я вызову Метод Снова То есть Тогда Я снова Сделаю Create By Method Для нашего Объекта О Но передам Уже Вот этот Набор Методов Которых Меньше Потому что Для части Мы уже Создали Экземпляры Понятно И останется Самое Сложное Вот здесь Теперь Такой Вот Следующий Скажем Так Тяжелый Шаг Так Что то Здесь Я точку Запятой Забыл Не только Кавычка Лишняя Ой И так Кавычка Вот так Теперь Здесь Хорошо Если же Они у нас Равны Тогда Нам нужно Вызвать Метод Который У нас Есть И Передать В него Необходимые Параметры Сейчас Мы вспомним Как это Делается Тоже InReflection Метод Сложная Процедура Но тем Не менее Заслуживающее Внимание У этого Reflection Метода Есть Как то InVoke Вот он InVoke InVoke Arx Вот этот Нас Интересует Который Принимает Массив Вторым Параметром Ну Arx Вызвать С аргументами И Я буду Делать Что Я буду Делать Что В нашем Там Точку Запятой Пока Зе Параметром Параметром По типу Который Мы Получили Из метода Да Будет Равен У нашего Метода M Сделать InVoke и в этот invoke передать вот этот вот массив value который хранит все значения его аргументов только invoke args метод invoke первым параметром принимает объект на котором он вызывается для этого нам oe был нужен вот так вот такая вот сложная страшная конструкция у нас получилась после завершения этого метода я сделаю вот так вот вардам и выведу массив this давайте на него посмотрим что у нас в итоге вышло так у нас где то вышла ошибочка так нету аргумента 750 args так где у нас 750 а вот она так call to method function getType он null он говорит что m у нас null нет арку арку дэвей который перебирается а вот он выше нет что выбрать getType getType ой подождите а у кого я getType беру тут нам конечно же надо не так делать тут нам конечно же надо не так так мы же создаем для объекта о мы получали имя класса так вот он вот таким вот образом нам надо getClass сделать на объекте о а не getType так вот наша ошибочка а опять же не то нам нужно я понял что нам нужно у нас здесь будет какой-то темп вот так вот мы же его будем укладывать в итоге его тип нас интересует здесь будет getClass вот темп вот таким вот образом а в значение сам темп и все создалось наконец-то да сложная такая получилась каша немножко немножко ее обсудим как она работает ну просто в чем суть она поддерживает сейчас любую глубину зависимости то есть у нас сейчас только один метод зависит от результата другого правильно а в потенциале у нас может зависеть один от второго второй от третьего третий от четвертого четвертый от пятого и количество глубина зависимости может быть любая для этого нам нужна рекурсия чтобы сначала создать тех кто ни от кого не зависит потом на следующем шаге рекурсии тех кто зависит от предыдущих на следующем шаге тех кто зависит от еще предыдущих понятно с каждым разом количество зависимости будет сокращаться и вот этот вот массив x который будет передаваться будет содержать все меньше методов которыми что-то создается Понятно, что если у нас будет хоть одна неразрешаемая зависимость, цикл уйдет в бесконечный. Ясно этот момент? Это важный момент на самом деле, на который следует обратить внимание. Но с помощью вот такого конфига мы можем отконфигурировать, для какого класса будет использоваться какая конкретная реализация. То есть как именно создавать эти объекты, от которых зависит все приложение. И потом мы можем добавить сюда метод, а у нас уже есть get в контексте. Когда мне нужно подключение к базе, я просто говорю ctx get дай мне db class. То есть то, что соответствует db классу. Вот здесь можно сделать vardump и вывести то, что он нам вернет. Вернуть он нам должен экземпляр подключения к базе. Понятно, я vardump здесь должен убрать, он здесь уже не нужен. Класс отработал как надо. Запустим и видим, нам вернулось то, что нам необходимо. Управление зависимостями произошло полностью с помощью нашего контекста. Вот этот контекст в терминологии паттерна inversion of control, инверсия зависимости, также называют иок-контейнером. То есть тот, кто хранит у нас все зависимости. Или этот регистер нам так и не пригодился. Я это сделал прямо в строке. В частности, здесь вот. Можно было вызвать регистер. Не принципиально. Понятно? Вот такой вот моментик. То есть у нас насоздавались экземпляры. И мы получили необходимый результат. Мы получаем класс уже со всеми его зависимостями, которые созданы заранее. Мы можем создать другие классы, которые от них зависят. И тоже вернуть их. То есть отконфигурировать сможем так, как нашей душе угодно. Вся конфигурация будет храниться вот в таких файлах. На самом деле вот эта идея, эта идея точно не моя, поверьте, вот такого вот контекста. Эта идея, которую я исчерпал из джавовского веб-фреймворка, который называется Spring Framework. Там есть подобный контейнер. Естественно, руками его никто не пишет, в него никто не заглядывает. Но выполняет он подобную функцию. То есть мы тоже пишем конфигурации, как нам создаются необходимые. Элементы. Создаем контекст, или же он создается средствами фреймворка, в зависимости от того, как мы его используем. И получаем из него готовые отконфигурированные экземпляры классов. Вот это есть полноценная, полноразмерная инверсия управления. Естественно, контейнер может быть реализован по-разному. Он может быть совсем ручным. Он может быть полностью автоматизированным, как сейчас. То есть, когда у нас просто по методам связки делаются автоматически. То есть мы говорим, что методу нужен конфиг. И конфиг сюда придет извне. То есть мы его руками не создаем здесь. Мы просто описали метод отдельно, который его создает. А сюда он придет, когда мы попросим. Сколько бы мы зависящих методов не создали, у нас, соответственно, эта вещь решается. Какие есть вопросы? Паттерн сложный, паттерн в полном размере сложный. То есть если говорить о общей концепции, то он очень простой. То есть вот она была сделана. Просто передача через, например, конструктор. Или передача через метод. Вот как здесь, это передача через метод. Это тоже внедрение зависимости. Когда она внедряется в этот метод. Который создает. Хотя руками мы здесь уже не создаем после этого. Ну. Записываю, конечно. Не, ну если хотите, могу удалить. Вопросы есть какие-то все-таки? Да, заодно узнали про такой механизм, который называется рефлексия. Рефлексия позволяет вам разбирать класс на запчасти, как вы уже поняли, да? То есть получать список методов, получать параметры у этих методов, получать свойства. Задавать значения свойств объектов, хотя вы не знаете даже какой у него класс. Можно даже достучаться к приватным методам. Такой даже момент есть. И посмотрим, что у нас дальше. Дальше мы расслабляемся. У нас паттерн фасад. Что такое фасад? Это тут все очень просто. Это когда мы скрываем какой-то функционал за удобной оберткой. То есть мы пишем класс, который выполняет набор сложных действий под капотом на основе других сложных механизмов. А для нас предоставляет там пару удобных методов, с помощью которых мы все это сделаем. Ни больше, ни меньше. Я думаю, нет смысла его отдельной демонстрации, потому что фасад в каждом случае будет реализован абсолютно по-разному. Ну, простой пример. У нас там есть, допустим, какие-то запчасти, из которых состоит компьютер. То есть у нас там есть процессор, оперативная память и так далее. И мы делаем фасад. Собственно говоря, кнопка Power. И этот фасад, кнопка Power, когда мы на нее нажимаем, он все запускает поочередно. То есть проделывает сложные манипуляции у себя внутри. Fluid Interface. Плавающий интерфейс. Очень интересный паттерн. Очень часто используется. Пример сразу виден снизу. То есть идея в чем? Сделать такой код, который легко читается непосредственно на натуральном языке. То есть на языке, на котором мы говорим. Например, это может быть английский язык. То есть мы говорим. В Select Tota, From Tota, Where Tota. Создать запрос. Читабельно. Очень читабельно. И, собственно говоря, вот такой вот примерчик. Возникает вопрос, как такое можно реализовать. Ну, опять же, оно может быть реализовано по-разному. Но в этом случае рекомендуется что? Делать массивы под каждый тип вот этого метода. Массивы будут накапливать соответствующие значения. Потом это все будет одним большим методом Create собираться в одну целое. Понятно? Вот такой вот паттерн. Конкретную реализацию я вам буду показывать. Мы будем писать классы для работы с базой удобные. И вот такую реализацию, Query Builder, так называемый, мы с вами сделаем. Обязательно. Поэтому сейчас я на нем останавливаться не буду. На этом сегодняшний теоретический материал у нас с вами заканчивается. Все-таки хочу вопросы от вас услышать по всему, что мы сегодня разобрали. Разобрали мы достаточно много. И вещи достаточно интересные. Ну, молчание. Надо еще все пересмотреть. Надо все пересмотреть, да? Концепция понятна, но... Затем это писать? Что именно? То есть есть уже решение. Поэтому нужно понимать само концепцию, просто как оно работает. Ну, во многих случаях, да. Ну, например, когда мы говорим о паттерне декоратор, да? То... Так, где тут декоратор был? То это универсальный расширитель функционала. То есть его можно применять уже готовым. То есть, например, я говорю, в интерфейсе уже есть какой-то компонент. От него есть куча наследников. Хотим расширить. Сделали декоратор и счастливы. Правильно? Адаптер. Хотим сделать адаптируемый функционал. Пожалуйста. То есть функционал, который может работать с чем угодно. Лишь бы у этого чего-то был адаптер. Так? Прокси. Вообще очень простой паттерн, да? То есть просто подмена функционала одного класса. С помощью класса, который от него, грубо говоря, наследуется. То есть делает такую вот обертку. Его иногда еще называют враппер. Прокси. Инверсия управления. Такой самый тяжелый из паттернов, которые мы сегодня разобрали. Этот паттерн дает очень большую гибкость. Дело в том, что когда мы говорим о внедрении зависимости, здесь это на самом деле очень простой контейнер. Он очень привязан к типам. У него проблема с подстановкой интерфейсов. То есть я здесь указываю конфиг. Конфиг, по большому счету, мог бы быть интерфейсом. А здесь бы мы могли создавать да что угодно. Абсолютно что угодно. Не обязательно это должен быть именно тот самый конфиг. То есть именно тот самый класс, который мы указали. Это может быть там Вася конфиг. Или там Супер Пупер конфиг. Какая-то реализация интерфейса. И за счет этого у нас настраиваются подходящие реализации во все места, где они необходимы. Естественно, в полнофункциональных кок-контейнерах есть еще целая куча механизмов по внедрению зависимости. Не только через конструктор, а еще через параметры, через методы, через комментарии к полям. Вот интересный момент. Через комментарии к полям. То есть очень много способов. И это позволяет сделать ваше приложение очень гибким. Буквально на ладони. Вся конфигурация приложения будет делаться либо вот в таком файлике, либо еще дополнительно с помощью комментариев. Как бы это странно не звучало. Я пока что на PHP таких фреймворков не видел. Но все к тому идет, что они скоро появятся. Потому что раньше анализ комментариев в PHP был не очень возможен. А теперь появилась такая штука. Ну, сейчас я вам найду ее. Аннотации в PHP. Начиная с 5.4. Вот такая вот штука. Комментарии. С как бы параметрами. И вот эти параметры можно получать. Ну, как вы догадываетесь, с помощью чего их можно получать? Конечно же, с помощью рефлексии. Да, то есть не все так просто. Это очень интересный подход, который используется. А мало ли вам когда-нибудь придется писать свой фреймворк. Вполне есть такая вероятность. Или вы будете работать над большим проектом, который как раз таки использует свой фреймворк. И в этом случае говорить о лучших решениях все-таки стоит. Стоит понимать, как это приблизительно работает. Потому что тот же Laravel, я вам скажу, он использует инверсию управления. Немножко по-другому. Там по-другому выглядит конфигурация. Но он ее использует. Там есть конфигурация, собственно говоря, зависимости в виде массивов. Просто мы указываем, какой класс, какой экземпляр для него взять. А во все места, где будут его просить, оно автоматически будет подтягиваться. И причем, когда мы создаем один из классов, который туда прописывается, он тоже может зависеть от других. То есть там не с помощью методов, а с помощью просто указаний. То есть такой-то интерфейс, такой-то класс. Такой-то интерфейс, такой-то класс. В результате один зависит от другого. Один другой подтягивает. И получается примерно та же картина. Фасады. Это вообще отдельная история в Laravel. Они там везде и всюду. Тот паттерн, который мы пока не трогали. То есть, про кое я говорю. Ну да, query builder, грубо говоря. Который fluid интерфейс, да? Он примерно в такой схеме. Схеме, ну там плюс-минус, общая идея остается той же. Полностью используется в Laravel для реализации так называемых ORM. То есть там есть Eloquent ORM, который строится поверх доктрин. А доктрин как раз таки использует вот такой подход при обращении к базе данных. Там по строчке не идет, или потом только лагин отзывается у другого. Не понял вашего вопроса. Допустим, или отзывается отдельно, а потом... А это как хотите. То есть можно по строчке... Ну, переносить стрелочку можно сколько раз, сколько вам необходимо. То есть... То есть он возвращает объект уже... Да. Да-да-да, тот же концепт. То есть его обычно как-то вот так могут писать. То есть одно под другим, потому что в ширину может длинным быть. Могут коротко писать, если запрос короткий. Но идея остается примерно той же. Это тоже интересные моменты. Декораторы. Ну, декораторов в PHP я редко, к сожалению, встречал. Но вещь очень такая вот хорошая в плане расширения. Если вам действительно нужно расширять функционал, декоратор равных ему нет. Он выполняет те вещи, которые нельзя было бы сделать. Прокси. Это очень хорошо используется совместно с инверсией зависимости. То есть когда вы хотите, например, отслеживать какие-то действия в репозиториях и так далее и тому подобное. Вы классы проксируете, например, ведете логи с помощью этих прокси. То есть вот одна из таких популярных реализаций. Возможно, вы подменяете вызов метода в каком-то классе с помощью прокси. И его контейнер, поскольку он пакует все в себя, да, и вы получаете экземпляр. Вы думаете, что вы получаете тот экземпляр, а на самом деле вы получите его проксю. Тоже такой момент хитрый. Ну, адаптер, как я уже говорил, да. Повторяться больше на сегодня не буду. На этом запись я заканчиваю.